Спектакль-мюзикл про музыкантов и музыку. Так начался творческий путь мини-театра на днях, презентованный в Воронежской музыкальной библиотеке имени Пушкина. Все подробности выясним у гостей студии. Сегодня с нами художественный руководитель театра Алексей Попов, солистка рок-группы Планидо, выпускница Воронежского института искусств Мария Кореневская и преподаватель экстрадного вокала, выпускница Воронежского института искусств Анастасия Прада. Доброе утро! Доброе утро! Рада вас видеть в наших гостях, собственно. Если можно, настройте нас на музыкальный лад. У нас так много музыкальных инструментов. Сегодня начнем утро с музыки. Явно мы будем говорить о театре, хотя о театре тоже мы сегодня с вами поговорим. Собственно, вы презентовали свой мини-театр. Рассказывайте, что это, как это будет? Ну, идея вообще создания этого театра, она существовала очень давно, еще где-то вот с десятых годов. Вот. Но очень трудно, она очень трудна к реализации, потому что обычно все подумают, что театр-мюзикл — это огромное предприятие с оркестром, с кучей актеров, танцоров, балетом, да, и это, в общем, неподъемное для периферийного города событие, и это очень трудно сделать. И поэтому вот я писал диссертацию, тема моей диссертации была связана именно с периферийными маленькими мюзиклами. Как создать мюзикл в маленьком городе. Да, именно, да. И поэтому как бы в основу этого проекта лег опыт наших предыдущих воронежских музыкальных произведений и Елизаветы Ткачевой, и Олега Завьялова, и даже вот Цайгера, композитора. Так что вот отсюда мы берем свое начало, это именно наша воронежская культура. Вот. Единственное, что хочется сказать, что, ну, меня называют художественным руководителем, но я таковым не являюсь, потому что на самом деле наш театр, можно сказать, что это как театр равных людей, потому что хотелось создать именно коллектив очень профессиональных, равноуровневых, высокого уровня профессионалов в музыке. Ну, надо сказать, что вы все условные... Необычный коллектив. Да, мультиинструменталисты, мультимузыканты, потому что вот мы сказали, что вы и преподаватель по вокалу, но в то же время вы со скрипкой в руках. Как же так? Совершенно привидели, что не только со скрипкой, но буквально до съемок, да. Да, на самом деле скрипка — это мой первый музыкальный инструмент, я училась на ней играть с четырех лет, но 13 лет я на ней не играла, и так получилось, что мне в нашем первом спектакле досталась роль девочки, которая играет на скрипке, и мне пришлось очень резко и срочно восстанавливать навыки, уже давно забытые на самом деле, потому что инструмент сложный, даже есть вот маленький секрет. А-а-а, тут лады отмечены, да, если я не ошибаюсь? Немножко, да, но мы об этом никому не скажем. Конечно, это да, это абсолютный секрет. Да, а так, да, я преподаю эстрадный вокал, у меня большой детский коллектив, я работаю в Центре дополнительного образования «Созвездие», и, собственно, наш проект сейчас, в данный момент, направлен именно на детскую аудиторию, и это мне безумно интересно, потому что я вижу, какие дети ко мне приходят, и, честно говоря, я иногда, ну, как минимум, удивлена. Допустим, приходит ребенок, 4 года, стандартно я задаю вопрос, спой какую-нибудь песню, и если бы, там, лет 10 назад мне бы спели «От улыбки станет всем светлей», то сейчас мне поют «Малиновая лада», «Малиновый закат». Вы не представляете, как это странно, да, неловко, неудобно, как минимум, да. Но вообще театр, вот, в моем понимании, так не выглядит, театр. Получается, у вас только музыкальное наполнение, правильно? Это на самом деле мини-театр, то есть это новый формат, это больше похоже на стендап, это больше похоже на музыкальное выступление, то есть концерт, но все равно в этом выступлении есть сюжет, персонажи, есть драматургия, ну и, в общем... Получается, вы можете меняться в процессе? Естественно, у нас происходит сценическое действие, несмотря на то, что мы же и являемся еще и музыкантами. И авторы, и музыканты, и актеры. Да, да, потому что очень мало, к сожалению, и материала существует вот такого вот для детей, современного, эстрадного, да, и мы где-то сами слова сочиняем, где-то подыскиваем музыку, где-то можем даже сочинить музыку. Главное, чтобы это легло вот в контексте нашего такого, ну, гуманистического направления, что ли, да, потому что мы хотим говорить о вечном, мы хотим говорить о музыке. Вы гитарист в основном или тут уже не угадаешь, понятно? Ну, конкретно здесь, в нашей с вами ситуации, я гитарист сегодня. А так, помимо этого, ну, мы все вокалисты, я умею играть еще на скрипке, на фортепиано. Маша стоящая скрипачка, на самом деле. А, так вот кто скрипач в вашем коллективе! Это очень сильно запутывает, конечно. А, вот эта девочка с гитарой, она оказывается скрипачка. В нашем спектакле мы распределяли роли именно по характерам. И так как у нас Настя, получается, уже умела играть на скрипке, мы подумали, почему бы и да. Так, хорошо. Ну, а я к чему-то спросил, что гитарист, скрипач, кто угодно, музыкант, но это все-таки музыкант, но не актер. Как вам получается быть и актером, ну, актрисой в том числе? Вы знаете, музыкант — это тоже своего рода актер. Когда человек выходит на сцену, ему нужно себя преподнести. И абсолютно неважно, какой сфер искусства это касается. Давайте я вам немножко предысторию расскажу. Дело в том, что мы все участники такого замечательного проекта в Оронжи, как музыкально-пластический театр. Но дело в том, что в этом театре было очень много людей и разного уровня, и профессиональные, и непрофессиональные. И мы все варились в таком общем современном музыкально-театральном котле. И мне кажется, что вот тех ребят, которых я нашел, да, с которыми мы сегодня пришли к вам, это, наверное, лучшее, что там было, вот, без обид к другим людям, да, потому что... Но вы ильстец, конечно, с двумя девушками пришли. И все-таки я спрашивал, у кого какое образование. Это очень важно. Я тоже на это хочу обратить ваше внимание, что несмотря на современные отношения и кастинговую систему, что это становится неважным, на самом деле это очень важно, потому что культура человека лежит в основе. Вот нашего проекта лежит в основе именно культура человека. Мы музыку и искусство воспринимаем в чистом виде, без политики, без всяких вот... Без наносного. Да, да. Мы поговорим вот о вечном, мы поговорим о музыке. А музыка, она довербальная, понимаете, она до слов, она именно говорит с душой. Ох, предоставим вам сейчас нашу такую импровизированную сцену, поговорите с нами душой. Спасибо вам, что были этим утром вместе с нами. Удачи вам и успехов, конечно же. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сердце вновь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok